Желаю мира и приятного просмотра! С вами Цкоборовский и сегодня я буду готовить отбивные. Отбивные я буду готовить свиного шейка. Вы можете взять курицу или же овядину, свинину, неважно. Самое главное, как я их буду готовить. Это индивидуальный рецепт, так что смотри до конца, потому что они получатся идеальные. Открываем холодильник. Берем свиной ошейк. Два яйца. Так, мука. И все, больше нам никакие ингредиенты не нужны, кроме как перца с олей по вкусу. Берем досточку. Выкладываем. Ты что лежишь у меня под ногами? Видишь, я тут снимаю видео и готовлю. А, ты что кусаешься? Отойди! А, отойди! Отойди! Давай, чтобы ты мне не мешал, иди туда дальше, в комнату. Первый этап – это нарезание мяса. Берем кусочки. Смотрите, они такие толстые. Нужно разрезать на две или же на три части, чтобы они были тоненькие. Вот один такой кусочек, тоненький. И второй. Здесь даже получится не два, а три кусочка. Ну, куда ты лезешь? Вот такие три кусочка получились. И так нарезаем остальное мясо. Ну, куда ты лезешь? Не трогай яйца. Это не для тебя положили. После чего наше мясо нужно промыть под проточной водой. Затем нам понадобится молоток. Он у меня в виде топора. Только с другой стороны молоточек. Вот. И теперь будем отбивать мясо. Вот эти куски мяса еще можно обвязывать пищевой пленкой, чтобы мясо не пачкалось и ваш молоток. Но у меня, к сожалению, пищевой пленки нету, поэтому я буду отбивать так, после чего буду молоток отмывать. Отбились с одной стороны и со второй. Давайте я вам покажу, как я отбил мясо. Вот такой вот кусочек. Отбито оно с одной и со второй стороны. И так все кусочки. Следующий этап. Нам нужно белки отделить от желтков. Разбиваем яйцо и аккуратно достаем белок. А желток в другую тарелку. Вот сюда. Теперь нам понадобится блендер. Берем белки, которые мы отделили от желтков. Выливаем какой-то стаканчик, тарелочку, где будем их взбивать. Блендер опускаем в стакан, в самый низ и взбиваем. Когда образуется такое молоко белое, добавляем сюда подсолнечное масло. Я добавлю на глаз примерно рюмочку. И продолжаем взбивать. И затем выливаем вот эти взбитые белки в удобную посудину. В такую пропорцию я добавил 3 белка с яиц и стакан подсолнечного масла. Теперь берем вилочку и взбиваем желток. Чуточку взбили, этого достаточно. Яйца отставляем. Теперь нам нужно мясо посолить и поперчить на свой вкус. Как вам больше нравится. И посыпаем сверху перцем. Перемешиваем мясо, чтобы перец везде хорошо пропитался. Все кусочки мяса были хорошо пропитаны перцем и солью. Затем следуем таким пропорциям. Мясо добавляем в желток. После желтка в муку. И после муки в белки. Вот такой кусочек получается. Укладываем на тарелочку. И так с остальным мясом. Сейчас я могу со смелостью сказать, что мясо мы замариновали. Это уже конец. Вот так оно выглядит. И сейчас будем его обжаривать на сковородке. Теперь берем любую сковородку. Ставим на газ. Включаем его. И добавляем подсолнечное масло. И выкладываем мясо на сковородку. Накрою крышкой, потому что так шумит, что не могу сказать. Обжариваем мясо с каждой стороны по 7 минут. Сейчас будем его переворачивать. Так оно обжарилось. Сразу вам объясню, почему я отбивные выложил на хлеб. Чтобы жир стек, потому что у меня нет бумажных полотенец. Если у вас есть бумажные полотенца, я вас поздравляю. У меня нет, я выложил на хлеб, а с хлеба потом сделаю греночки. Так что хлеб у меня не пропадет, не волнуйтесь. Мясо жарится. Все отлично. И тут еще будет на одну порцию. Можно даже взять вот эти белки и сверху вот так вот высыпать. А то тут их слишком много. Посмотрите. Чтобы мясо лучше пропиталось. А то оно постекало. Так будет вкуснее. Котики. Котики. Вы мне лайки будете собирать? Будете лайки собирать, котики? Столько игрушек у него? У нее, точнее. Ты готова, Тиффани? Давай, прыжок вверх. Котики, где лайки? Лайки будут сегодня, котики? Питаем подписчиков. Будет лайки сегодня, Тиффани? Пусть пишут, кто ставит именно лайк Тиффани. Кондуктор-контролер на месте. Чтобы мясо не сгорело, будем его по берегу переворачивать. Ого! Сделаем поменьше огонь, а то там капец просто происходит. Теперь вот эти кусочки мяса я выкладываю на тарелочку. Тут уже жир стек, хорошо. Их уже можно, в принципе, кушать. А вот эти кусочки я выкладываю на хлеб. Чтобы жир хорошо стек. И буду закидывать последнюю порцию мяска. Вот так все выкидываю. Сейчас только разложу его равномерно. И все. Вот такие получились у меня отбивнушечки. Я их еще украсил зеленью. И сейчас будем пробовать вот эту всю красоту. Взял я кусочек хлебушка. И сейчас будем пробовать, Тиффани, вот это мяско. Вот это мяско. Будешь? Вкусно? Эй, ну куда ты лезешь? Не хочет. Что-то ты облизала чуть-чуть и все. Кину я вот этот кусочек ей в кормушку. Я думаю, она потом съест. Давайте я попробую. Может, не вкусно, что кошка не ест? Да вкусненько, офигенно. Смотрите, как выглядит мяско внутри. Хорошо прожарилось, оно даже руками ломается. Отличное мяско получилось. У меня еще крошки падают. Вы можете использовать курицу. Курица дешевле и быстрее готовится. Мне больше нравится со свинины. Хотя мне из курицы нравится, просто дома была свинина, поэтому я приготовил со свинины. Такие кусочки удобно выкладывать на хлеб и брать с собой на учебу, работу и так далее. По сути, это много времени не занимает. Отбивные я одобряю. Можете готовить, предлагать друзьям, знакомым, родственникам. Радуйте их. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, обязательно. И ставьте лайк или же дизлайк, как вы считаете нужным. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании. И всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok